Здравствуйте! Во-первых, хочу извиниться за то, что долго не выходил на связь, пропал, видео давно не выходили, но я уже наверное видоса 4 я уже наснимал и планирую... блин, дай бог в январе штуки 3-4 уже опубликую. Но, друзья, год начинаем, зато сразу с ночёвочки, с экстремальной, без снаряжения, ну хотя по правде сказать ножик с огнивом то я все-таки взял свой, потому что с непривычки сильно экстремалить пока не хочу. В общем, сегодня с костром. Да и у меня подписчики мои уже, наверное, никто без спичек в лес не ходит. Молодцы! За вас я теперь не волнуюсь, потому что с костром в любую погоду, в любом лесу, можно ночью 2-3 скоротать без особых усилий. Вот поэтому сегодня с огнивом. Но какого-то дополнительного снаряжения для ночевки у меня сегодня нет. Значит, тематика видео какая. Я зашел в один из нелюбимых лесов, такое редколесье. Крупные сосны, крупные березы, строительного материала не так много. Но пока вот камеру ставил, я отсюда приметил несколько таких потенциальных мест, где можно попробовать что-то сообразить. Костровище там какое. А как переночевать, например, вот в пехтовом лесу, в тайге, там в кедраче. Я уже на канале показывал. В принципе, даже ребенок справится. Я думаю, там без усилий, без каких-то переночевать можно. На канале такие видео имеются. Так, ну что. Кстати, пользуясь случаем, хотелось бы вас поблагодарить, друзья, за то, что делитесь моими видео с ночевками. У нас в Краснодарском крае, ну, гораздо меньше люди стали в лесу теряться. Кто знает, может быть, благодаря моим видео это произошло. Поэтому большое вам спасибо. Делитесь этим видео в соцсетях. Вот. Ну что, погнали, наконец. Посмотрим сейчас, походим по округе, посмотрим местечко, где мы будем сегодня располагаться. Ну и, в принципе, понеслась. Будем организовывать ночлег. Поехали. Сразу, не отходя от кассы, под крик дятла, я вижу вот такое упавшее дерево. Очень люблю такие места. Люблю тут останавливаться. Вы об этом знаете, потому что ствол вот в районе, где комель располагается, отлично подойдет для ночного костра. Долго будет тлеть, гореть. Эти ветки, как строительный материал, неплохо. В общем, пойдем поближе, посмотрим, подойдет ли нам это местечко. А дятел чего-то разошелся. Большой пестрый дятел разорался что-то. Блин, какая чага-то там, шикарная. На дереве сидит он. Очень высоко, метров десять. Метров десять. Никак я не достану её, никак. Очень жаль, здоровенная чага. Да и сегодня заваривать мне не в чем. Ну, тем не менее, хотя бы на будущее можно было сюда приехать, её использовать как-то. Да или домой заготовить никто не запрещал. Очень жаль. А мы уже приближаемся к этому упавшему дереву. С учетом того, что поднялся такой довольно сильный ветер, поляна вот эта шикарная. Нет ни одной сушины, насколько мне зрение не изменяет. Ни одной ветки над головой. Видимость неплохая во все стороны. В общем, шикарное место именно для ночлега. Но мне оно лично не очень подходит. Сейчас объясню. Лежит сосна. Прекрасное дерево для ночного костра, в принципе, для ночного лагеря. Но именно расположение его не очень не нравится. То есть, с одной стороны, у нас много веток. Строительный материал шикарный. Любую кровать там можно организовать и так далее. Но я все-таки люблю располагаться возле камлевой части. Тут ствол толще, он здесь плотнее немного и он дольше будет гореть. Вот в чем фокус. Это сразу приходит понимание того, что нужно оттуда ломать, перетаскивать сюда. Здесь какую-то полу лежанку такую изготавливать. Если там делать лежанку совершенно быстро, просто легко, там вон сколько всего. Нагородил что-нибудь какое-нибудь полу кресло, полу лежанку. Прилег и хорошо. Но дрова туда надо заготавливать. Видите, в чем прикол. Весь вечер потратить на заготовку дров. Поэтому давайте я все-таки сейчас еще маленько пройдусь тут по округе. Может быть более удачное место найду. Если нет, вернусь сюда. Здесь будем дальше придумывать. Вон там вдалеке вижу что-то какие-то завалы интересные. Давайте туда сейчас пройдем. Даже по-моему иголки там еще на этом упавшем дереве. Сосна по-моему это. На экране вон разглядываю. По-моему сосна, даже вон какие-то иголки виднеются. Давайте пройдем, посмотрим. А тут матушка природа сделала подгон просто королевский. Строительного материала тут просто закачаешься. Посмотрел я сейчас этот ствол. Возле камля растет тут еще одно дерево живое. Тут костер делать я не буду. Но опять же здесь строительный материал сюда подтаскивать, что-то сооружать. Долго в общем тут я вижу, что долго провозиться придется. А здесь лежит второй ствол. Второй ствол тоже с хвоей. Совершенно здоровое дерево было. Непонятно что его выворотило. Выворотень есть. Довольно толстый ствол. Макушка такая. Хоть там делай шалаш. Но делать этого я не рекомендую. По одной простой причине. Чревато это. Видите, ствол держится грубо говоря на добром слове. На одних вот этих сучках. Была бы здесь, например, какая-нибудь, ну вот здесь вот горка лежала бы на земле, грубо говоря, а макушка висела. Можно было попробовать. В общем нужно убедиться на 200 процентов, что с макушкой ничего не произойдет. Не сломается там, не упадет и так далее. Тогда да, тогда можно прямо вот на месте сделать шалаш. Было бы шикарно, конечно. Ну я пойду конечно к выворотню. Посмотрю что у нас делается там. Господи Иисусе! У меня здесь-то оказывается два ствола лежит. Нифига себе! Всё, шикардос! Вот вам и место нашлось, грубо говоря, совершенно случайно. Всё! И строительного материала море получается. И я вижу как уже будет лежанка располагаться. Я просто-напросто ветки вот так положу, костер разведу возле того ствола. Значит вот это почищу ствол. Если лежать надоест, кости моих затекут. Я просто присяду сюда и в полусидячем варианте можно тоже подремать. Значит выворотень. Довольно тепло на душе становится от его присутствия. Правда ветер с другой стороны, но тем не менее он от чего-то там будет закрывать. Всё равно выворотнем как-то поприятнее. И всё! Грубо говоря, хвоя есть, можно постелить. Она правда толку особого не дает, потому что она зеленая, прохладная. Тем не менее на ней будет лучше, чем просто на деревяшках. Ладно, что? Поехали! Поехали, друзья, строить укрытие! Поехали! Поехали! Продолжение следует... Ну что, получается вот такая красота. На этом месте предполагается лежанка. У меня буду вот так складывать ветки и под этой лежанкой, под предполагаемой, тщательно убираем снег. Надеюсь объяснять не нужно, зачем это делать. Ну если кому-то нужно, пишите в комментариях, я в последующих видео про это расскажу. Ну а если у кого железная логика имеется, кто подкованный в этих делах, тоже можете писать, для чего я это сделал. Я обязательно комментарий помечу сердечком. Так, тут повезло, на этом стволе, который более тонкий, видимо когда падала часть земли с коренев обвалилась сюда и почти на одном уровне находится. То есть палки буду складывать, лежанка будет более-менее ровная. Это радует. Ствол огромадный, гореть будет неделю тлеть. Он еще такой сыроватый, еще снег будет впитываться. В общем, нормально. Если повезет, может быть, также какой-то навесик тут организую. В общем, сейчас посмотрим. Первонаперво сейчас делаю именно лежанку, сиденье, скамейку, не знаю, что получится. Костер буду чуть позже, потому что пока не холодно, работаешь, костер не особо нужен. По берегу дрова, по берегу ствол. Займусь лучше лавочкой. Продолжение следует... Режем вверх. Режем вверх. Режем вверх. Режем вверх. Продолжение следует... 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 Немножечко подливало, где-то подзагоралось иногда и т.д. и т.п. Сейчас коры поготовлю. Ну и палок тут поднатаскаю, которые есть. Может быть лисина какая-то. Ну лежат какие-то там палки. Лисину какую-нибудь притащу. И всё, потихонечку буду поддерживать огонь. В общем посмотрим, что из этого получится с утра. Посмотрим насколько прогорит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Причем ветер почему-то. Ну оттуда теперь идет сзади, зашибись со стороны корневища этого. Здорово, здорово. Так, я на зарядку хочу это поставить. Аккумуляторы в такую погоду быстро очень отстегиваются. И это, хотелось бы кстати дополнить, что насчет снаряжения. Разумеется, ну я думаю нормальным людям объяснение не требуется, коих много у меня на канале, большинство нормальных людей. Но иногда пишут типа откуда фонари? Ну как откуда? Вот из чемоданчика съемочное оборудование. Снимать как я буду? Без света что ли? Будет один черный экран. Зачем тогда снимать, смотреть? Конечно есть фонарики, пауэрбанк, тут провода. Иначе как съемку проводить? Это самое. Одним из фонарей можно добыть огонь. Я через несколько серий будет видео, где мы с Русланом ходили в тайгу на три дня. У нас этот фонарь, конечно, мы были шокированы. Костер развел, все, фонарем, елки-палки. Это это, армитеки, вот буду тестировать. Уже выходов пять, наверное, они со мной побывали, причем несколько из них, ну достаточно длительные. Ну подписчики в инстаграме должны, ну должны знать про это, выкладывал. Вот, ну вот, армитеки сейчас новые тестирую, посмотрим как они себя будут проявлять. А то фонарей то не было у меня. Но пока радует, вот сколько выходов было, пока не было такого, чтоб они за полчаса, блин, у меня разрядились. Все, отрабатывают пока до конца, как бы. В общем, но рекомендовать пока нет, пока не буду. То есть давайте я поиспользую их. А кто знает, что такое армитек, то есть мне скидку вам сделали, точнее с помощью меня можете скидку 15 процентов получить. Если кто знает, что такое Армитек им доверяет и собирается покупать, то есть в описании можете найти промокод на 15 процентов скидки. Но сам я пока рекомендовать не могу. Я их еще недостаточно использовал. Поэтому пока короче не подводят. В общем, через несколько видео там может быть расскажу. Да, знатный снегопад прошел. Знатный. Ну зато видать сразу где тут огрехи какие в шалаше. В общем, везде. Так, но это до того, как я здесь начал это. Подразобрал пень, вон тот березовый. Сверху коры насыпал, хвои. Еще принес хвои сейчас сверху поднавалю. Вон тот угол подзакрою и все будет нормально. Все будет нормально. Это лучше, чем на открытом месте будет. Вот так. Благодаря ветру сегодняшнему, от которого хотел защититься. Вот и от снега дополнительного укрытия будет. Не стопроцентное, конечно, но ну тем не менее тоже неплохо. Снежок-то пробрасывать, между прочим. Причем довольно нехило так, нехило сыпет. Самое интересное, что он. По чемоданчику видно, что на нем не так много. Хотя может костра тает, но не думаю. Нормально, нормально. Единственное, я сейчас свет включил и увидел тут вот это. Что за бред вот это? Дырка какая-то. В общем, надо ее законопатить каким-то образом. Ладно. Костерок, бревно точнее, занимается потихонечку. Он подклевать начинает. Притащил бандуру эту и тут я всмекнул, что это. К тому дереву пойду я сейчас. К тому дереву пойду, который первый я обнаружил. Оно же не выворотень был, а разломанный пень. Соответственно, там и строительного материала, и дров сейчас будет. В общем, я его пойду разбирать сейчас. Чем я обожаю такие упавшие сосны? С разломанными пнями. Всегда можно лавочку эту сконструировать за считанные секунды. Вот она, доска. Елки, грубо говоря. Вот она, родимая лавочка. Присаживайтесь, пожалуйста. Вон и лавочка получилась. Далее что. Я эти фокусы уже показывал в одном из видео старых, там, невыживания. Что-то, где я готовил, там еще свинину с луком, по-моему, в фольге, в гамаке ночевал. Значит, элементарно, буквально разломанное, значит, поваленное дерево, которое сломалось в районе камря. Там всегда материала достаточно. Причем он ломается, вот видите, по волокнам. И вот такие доски всегда там можно найти, грубо говоря, для лавочки, там, столика. Все, минутное дело. Лавочка есть. И тут, где толстая часть, вот это, прям такой тяжелый, смоленистый, такой масел прям это. Там то ли с каким-то наростом, то ли что. В общем, плотная штука. Будет гореть на ура, я думаю. Девушки из хлоп Examples Читают Р Nations В ожирении Пламalia В ходе Отква Трена ив Поехали. Прямо вообще, там и в минус 20 было, вообще нормально светило. Опа, опаньки, он в прямом эфире видно было, кто это там идет, вот это вот опасно может быть. Опа, видели блики? Блики, блин я надеюсь, моя мечта блин чтоб эти... О, 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 еще, ну-ка. Ёпта, что-то здоровое. Блин, я надеюсь было видно на камеру, отражающие зрачки. Здоровое что-то блин, ни хрена нет, ни лиса. Может блин из деревни это? Собака какая здоровая, ну что, гафнула бы хоть. Ну такое что-то. Я зрачок успел зафиксировать примерно. Ну выше метра, выше метра от этого, от снега было. Ужасы блин. Ёлки-палки. Так, этот самый масел этот втоптал в землю, ну повернул его прям на землю так положил, чтобы менее интенсивное горение было. Сижу, караулю, слушаю. Хотя что слушать тут? От ветра тут хрен поймешь. Где кто? Ну зрачки это уже хорошо. Уже не один экшн наконец-то пошел в этом видео блин, в видосах, а то скучно все. Сплавы мы не смотрите ни хрена. Вот вам экшн. Как в тот раз этот самый шухер-то был и ночевал в этой, в конуре тоже в этой. Под Дерном есть ночевка у меня. Прикольное видео. Смонтировал там прикольно, под музыку все. И ночью там как началось. Ну я пришел к выводу, что там кто-то гнался за зайцем. Лиса скорее всего. Потому что зайчи следы и какие-то непонятные. И прям возле моей конуры там это я как выскочил. Короче все втроем побежали в разные стороны там. Можете найти это видео там. Тоже. Как же оно называется забыл. По-моему спичек нет, снаряжения нет, холодно. Что-то 24 часа в лесу. Что-то в этом духе там. Надеюсь будет видно. Ой как искрит хорошо. Искрануло это. Подкинул дров. Этих сухих маленьких, которые сюда складывал. Прикемарил маленькое, друзья. Прикемарил костер уже. Концы эти прогорели. Почти затух. Ох елки-палка. Колотун небольшой такой словил. Сопли были. Сейчас пока ходил это. Прошмыгался вроде. Ничего нормально. Снег хрустит. По-взрослому уже. Ну пятнашка есть. Пятнашка то есть точно. Хотел бы показать наглядно работу костра. Видите. По бревну. Вот поэтому. Очень хорошо заметно. Как работает инфракрасное излучение костра. Ну и тепло от него соответственно. Вот оно бревно. Видите, подтаянно. То есть тут видно, что самое теплое место это напротив костра. И вот здесь вот тоже он подтаял. Видите. То есть тепло потихоньку отражается и попадает вот под лавочку. Какая-то часть попадает под лавочку. Не стопроцентно тепло. Но тем не менее. Так. Ну что наверное. Костер. Постоянный раз покажу. Надо финишировать. То этот блин. Все никак не этот. Вот так сделаю. Чтоб видно было. Как бревно прогорело. Опа. Вон он. Туда он вниз. Видите. Так. Ровно сделаю. Вот. Вот оно. Бревно лежит. И вон как оно. Вон как. Выпухлость. И получается вот. Вон туда он. Вовнутрь он. Все нормально. Нормально. Так прогорело. Все. Все. Больше струны я не буду. Пускай забирает. Так. Ну вроде сразу настроил. Надеюсь. Лепетина не будет. Без подготовки блин. Дым не мешай. Ну что друзья. Вот такой вот получился первый видосик в этом году. И первая такая ночевка за прошедший наверное. Год наверное я не снимал. Да. Каким-то. С запахом экстримчика. Вот. Видосы. Ну вот такой вот получился. Вполне вменяемый эксперимент. Значит. Удачное место. Очень хорошо что. Ну это плохо конечно что лес падает. Но тем не менее. Именно в плане вот. Укрытия. Повезло что именно два дерева. Ну было бы одно. Пришлось что-то другое. Конструировать. Значит. Ну про каркас я уже рассказывал. Не идеальный. В идеале я бы по другому сделал. Я хотел сделать. Но по времени никак не успел бы. То есть. Я бы еще поискал коры. Я бы не стал наваливать вот эти кучи палок. Я бы просто. Несколько бы жердин положил. Сделал некую. Ну наподобие обрешетки. Да. И все. И на нее был. Значит укрывной материал послужил бы. Либо березовую. Либо сосновую кору бы поискал. Ну частично лапник может быть. Какой-то нашел. Может елка упавшая. Еще что-то. По поводу мизанки претензий нет. Как шезлонг почти. Хоть так закидывай ноги там. Хоть в эту сторону вот так. Вот так лежал. То есть как угодно. Можно вот так вот я лежал. Вот так. То есть нормально. Один раз покемарил даже. Ну сколько так. Ну вот часок я наверное вздремнул в общей сложности. Это лучше чем возле дерева где-то без костра сидеть всю ночь. А с утра не проснуться. Вот так вот. Ну в общем я надеюсь вам видос сошел. Поддерживай лайком обязательно это видео. Если хотите продолжение каких-то экспериментов. Вот. Ну и ожидайте. В самое ближайшее время еще будут видосчики. Я постараюсь в январе уже штуки 3-4 точно уже опубликовать. Потому что они готовы, отсняты. Нужно помонтировать немножко и как говорится лайковского ставим. Все друзья. Можете поделиться это видео с друзьями в соц сетях. Ну вот. Будет очень неплохо. Буду благодарен. Кто на канал до сих пор не подписан. Поддерживайте подпиской. Колокольчик ставим. Колокольчик на все уведомления обязательно. Потому что многие жалуются что уведомления не приходят. Вот. Ну и все. Будем заканчивать друзья. Желаю всем здоровья крепкого сибирского. Вам. Детям вашим близким. Берегите их в это нелегкое время. Вот. Ну и до свидания. До скорых встреч. Что-то не под руку попалось. Съесть тебя что-ли? Как хочешь. Ммм. 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 Хрен выгонил. Ммм. Ммм.